Игнатий Иванович, я вот захожу на канал, на наш, в Ютубе, и увидел там один ролик, называется «Критика канала Игнатия Лапкина». Вот сюда покажи. А, вон, да, вот. Вот он есть. И смотрю, очень быстро, за два дня почти, набралось просмотров 338. То есть, как-то быстро всё это. Ну и что, это много разве? Для нашего канала быстро, в течение двух дней-то. Ну и какой вопрос-то? Вопрос заключается, почему именно так? Почему люди быстро так стали реагировать? Тем более, очень много комментариев пошло там. А ты его сам-то слушал? Слушал. А кто говорит здесь? Ты никогда не подстроишься под какую-то идеальную реакцию. Она всё равно будет у всех разная. Даже то, что мы слышим с этого канала, смотри, сколько людей, по-разному всё это воспринимает. Мне приходится даже вот сейчас только буквально. Ко мне приехали. Это знаешь, кто говорит? Да, Сергей Козлов и Александр Андрусенко. Ну, я-то понимаю, как люди, когда смотрят, мало кто догадается о смысле даже этого, что здесь они говорят. А которые догадываются, ага, так вы, говорит, договорились с ними, чтобы они выставили-то. Ну, и тогда такой ажиотаж начался у вас хитро, вы подошли. Я говорю перед Богом, что я не знал даже, что мои лучшие друзья выступят с критикой против меня. А если разобраться, против меня они ничего и не говорят. Вот тут называется как? Критика канала. Даже заголовок-то какой дан-то. Речь идёт о канале, но канал от меня как-то зависит. Мне сразу вспомнилось, как бы маленький рассказик такой. В милицию привезли двух человек, ну, третий пострадавший, какой-то туркмен оттуда, с юга. И офицер небольшого ранга, и мужик, москвич. И они этого прямо в троллейбусе избили, пинали его и чуть не убили его. За что? Ну, вот, от военных, говорит, он зашёл и на ногу встал мне. Ну, я дёрнул, говорит, ну, народу много не могу выдернуть, но я решил, ну, подожду минуты три, да и выдерну тогда. А он стоит. Ну, и чё? Ну, никак я вижу, что чурка сейчас им разговаривает. Я ногу выдерну и хлобыстнул ему по морде. А почему я должен терпеть-то? Ну, понятно, ну, на тебя-то не наступили. А я думал, наконец-то началось. То есть ненависть растёт к иноземцам, которые захватили Москву-то. А мужик всё время пенился, а не знал как. И увидал, что бьют, и он кинулся. Совершенно ни при чём. И вот эта критика канала, Игнатия Лапкина, 5 января 2015 года, она примерно сыграла такую же роль. Как будто началось. Есть люди, которые были расположены, всё, и мгновенно мнение поменяли. Да, я уже раньше это замечал, вот что-то такое, там это не так. И даже которых не было. И тут, гляжу, и священники пошли, и всё они знают, и как ходить надо, и не надо раздавать там визитки, Евангелие подготовили. А спрашивается, ты ходил? Нет. А яговисты-то ходят, ты посмотри, Дворкина спроси, а чего оно есть? У тебя опыта есть? Нету. Но внутри, значит, что-то там было, квасилось. И вот эта квасилась прорвалась. Вот два дня они буквально пенятся, но истинные друзья тут как раз стоят на защиту. Я хотел одно место показать здесь. Есть такое неудобо толкуемое место в Библии. Вот посмотри. Галатам 1 глава, 10 стих. Апостол Павел говорит. У людей ли я ныне ищу благоволение, или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. Вперед, в общем, к священникам. Да вы же шага не сделали по Евангелию. Вы перед епископом-то трясетесь. Кому угождаете? Епископу. И знаете, неправильное решение. Рычит он на вас. Ну, кто вышел и сказал, кроме Глеба Якунина-то? А Глеба-то и Якунина мордовали, как хотели. Со всех сторон. Он, исповедник, столько он отмучился, 20 лет с метлой простоял и не уступил нигде. Кого бы Господь не восставил, заклюют. И вот здесь они кинулись. Но я могу им сказать, что этот ролик-то им надо еще разъяснять, как первоклашкам. Дело в том, что я его увидел рано утром на Рождество, вчера. Почему-то 5-е число стоит, я 5-го бы заметил. Ну, значит, он 5-го был сделан и под замком стоял. А потом, видимо, Сергей его освободил. Я считаю, это великий дар Божий. Дар, что Господь побудил этих людей вот так выступить, сказать. Они ничего не сказали плохого. Они сказали так, как им видится. А может, и не совсем даже так и видится. Это проверка. Блаженов Пифилак толкует. Он намеревается защищать Павел против того, в чем его обвиняют. Однако, чтобы они не возгорделись, как судьи своего учителя. Он говорит, не думайте, что я защищаюсь перед вами или стараюсь убедить вас. Нет. Вся мысль и речь моя направлены к Богу. И только тут один человек говорит, кого вы обвиняете? Вы хоть один день проживите. То есть, Господь восстает на защиту через этих людей-то. Посему и пишу это не с той цели, чтобы добиться славы у вас и иметь учеников, но с тем, чтобы быть правым перед Богом относительно догматов, а не желания угождать людям. Речь идет о благовестии. Судя так, Евангелие давать можно только тогда, когда человеку все разъяснишь, он примет, чтобы оно не пропало. Где это нашли? Если он против, ему никто не даст. Не бросайте жемчуга перед свиньями. Апостолы раздавали так? Нет. А куда они приглашали? Да возьмите притчу Матфея, 20 глава. Зовите на брачный пир сына. Все. Не объясняли, какой пир. Брачный пир у царя. Брачный. Три слова. Три. И они пошли. А что они не так сказали? Они их били. Кому голову разбили, кого убили. Вот прочитайте еще раз притчу. Чем ее объяснить? Такая ненависть к тем, кто звал. Я только зову на брачный пир. Это особенно касается православных. И вот начинает. Я с сектантами беседовал. У них больше уважения, чем у него к ним, у меня. А мне уважения никто и не требовал. Моя задача быть истиной. Истинным и нести истину. Другой нету. Но человек, который мягко стелет, вот, противился, как я не знаю. Но апостол Павел запретил тебе враг всякой правды. Сын дьявола. Доколе будешь совращать с прямых путей Господних? Сегодня с прямых путей Господних любой сектант совращает. Он не знает толкования, не знает канона в церкви, не имеет священства. И с ними нужно обращаться кротко. Где они увидели, что я обращаюсь? Не кротко. Согласно Карфагенского собора в 318 году, 77 правило так повелевает. Я его ни разу, нигде не нарушил. Тем более у меня нападок никаких нет. Я просто открываю истину. Люди, которые здесь стримают, они ничего не знают. Они не работают нигде. Евангелие любому отдается. Любому, кто хочет его принять. Мы идем по всем домам. Нам нужно собрать село. А село, допустим, 8 тысяч. Здесь Павла с 20 тысяч. И где я буду с ними беседовать-то? Беседовать буду там, где они придут. А некоторые не придут. Они придут, им Евангелие, с ними апостолы остаются. Послание-то для чего? Оно жизни стоило. А сегодня оно размножено. И вот начинают умничать, как будто ходили по дворам, раздавали, знали. Нет, конечно. Почему яговисты быстро растут? Да потому что ходят и раздают литературу свою. Литературу, в которой редко обрящешь полной истины. А мы-то даем совершенное, истинное Евангелие. Ничего в нем нету, только Евангелие. Вот четверо Евангелия даем патриарше, издание. Прямо на корочке напечатано по благословению патриарха Кирилла. Что мы не так сделали? Где патриарх дал указания? Сначала их обратить. Как я их обращу без Евангелия? Они учат нас, те, которые дня не ходили и не знают, что тебе голову разобьют. А вот нельзя, как нельзя. Раньше я распространял пленки. Пленки это катушки. 375 метров в 8 часов 5 минут. И там я начитывал. Беседы были. А катушки-то раскатились, а потом обыски были, но где-то остались. И через эти катушки, это было в 80-м году, уже 30 с лишним лет. И новые люди сейчас приходят. Уже находят наш сайт, наш форум, который меня не знает. И говорят, я полгода, другой говорит, я уже 3 года у вас тут по сути. Я был пресвитером из сектантов, я перешел, запросил книги себе. Кого ты судишь-то? Говоришь, не судите, а судишь. Судишь того, кто работает. Если я сею, у меня 50% будет или не будет? А ты сидишь, у тебя вообще ничего, 100% ничего нет. Я говорю ко всем, которые любят судить, ничего не делая. Вы покажите на практике. Я покажу плоды. Сколько людей в интернете, которые ко мне обращаются наставник, учитель, отец. Мне это не надо. Я говорю, не надо никаких. Я обратился через вас, через ваши проповеди. Худо, бедно, у меня с лишним тысячи проповедей. Ну, тут 1300 выставлено только. Проповеди, сказанные в храме, при епископах. Кого судишь-то? Да как я зову-то к сайту, а на сайте все это есть. Там насчитанная мной Библия. А вы о себе говорите. А что тебе говорить, пустое место. 12 томов Златоуста. 12 книг Жития томов. 5 томов Доброта Людия. 50 книг Аудиа. Моим голосом вот этим насчитано. И я их туда зову, даю адрес, иди, что я не так сделал-то? А вот даете только, мы и даем. А выбросят. Это мое. Твоего там ничего нету? Ничего. Кроме того, что ты не понимаешь. Я могу только плакать о тебе. Как ты можешь осудить о том, чего не делаешь? Ты привлеки его. А я каждый день получаю люди новые. Притом из сектантов, неверующих. Тут пишет наркоман. Я обратился только благодаря вашему сайту. И сколько мы Евангелия раздаем? Повторяю, только мы в своем крае 30 тысяч. Это 30 тысяч домов. Домов. Сколько то, что целыми Новыми Заветами. В одной только Карабинниковой село мы 450 Новых Заветов. Там центральное место Алтайского края. Карабинниковская икона Чудотворной Божьей Матери. И что? А ничего. Шесть монахов, кажется. Или семь. А в храм ходит шесть человек. Никого нету. На все село мы нашли только два Евангелия. Два. А принесли 450. А кому отдали? Ну не надо им давать. Это как их заморозили православные попы. Волки. Так, пускай сдохлая скотина. Господь, говорит, пришел к погибшим овцам Израиля. А тут погибшим овцам православным. Мы заехали за 250 километров. Раздаем Евангелие. А поп вышел в милицию и позвал. Аж трясется весь. И лжет. И как его роман звать? Все это у нас записано на видео. Я это дал епископу. Наказали его. Не тут-то было. Его сейчас епископом поставили. Он только стоял трес. Игнатий Тихонович, только уезжайте отсюда. Уезжайте. Я говорю, как Гадаринский. А когда исцелились, они свиньи-то утонули у них. И только уходи от нас, Господи. Вы маленько отогляйте, что вы делаете-то. Я приехал к вам. Что я сказал, сделал? Около храма люди, которые будут. Придите рядом с храмом, можем побеседовать, вопросы задать. Сказали священникам. И он вызвал там майор. Стоит, шатается. Что он, милиционер-то, сделает? Мы беседуем. Не в церковной ограде. Везде одинаковые отношения. Бог будет эту скверну поповскую выжигать дотла. Это я знаю по слову Божьей. Это главные виновники. Такой ролик, братья, составили. Как-то разбудить, расшевелить. Бросили. Я говорю, главная причина, что еще сильно люди не идут. Это я. Когда меня не будет, тогда только искать будут. И они такой, говорят, охот конем. Или же так. Поскольку клеветали на него, на Павла, что одним он проповедует одно, а другим другое. И приноравливается к людям, то он спрашивает их, людей ли я стараюсь уберять. И им угождать или Богу. Ибо если бы я желал людям угождать, то непременно делал бы то, что вы говорите. Я в жизни ни одного дня не жил, чтобы угождать людям. Это подтверждает сроки, которые я отбыл в тюрьмах. Кого вы судите? Когда вы, ну, отлучись от жены-то хотя бы на один день-то. У нас были священники тут, которые воевали. Но вот помягчала температура. Епископ дал указание. К нам приехали священники. Уезжают совершенно другие. Нас приглашают теперь песнопения. И кто? Это было вот только что. Ну, недели две назад. Епископ Сергий Иванников. Алтайский-Барнаульский. По его указанию, вернее, патриарха, что везде были миссионеры. Ни одного нету. Доигрались. А спросил сектантов. Совсем небольшая община. Я спрашиваю, а сколько у вас проповедующих? Закапливают, говорят, 40 примерно человек. 40 человек, да, у нас очередь. Но долго не доходит, и мы в воскресенье в соседние села ездим. Куда не посмотришь, баптистская община. А православной никого нету. Ко мне, мы были в Ростовской области. Приехал священник повстречаться. И говорит, пришел восторжен такой. Ой, я был у баптистов. Сколько там молодежи? А у нас ходит человек пять. А там, говорит, 200 или 300 только молодых. Ну, маленько, так гляньте, что вы делаете-то? Я у вас что-то отнял. Может быть, я увел кого-то из церкви. Может быть, сказал, что вера православная не истинная. Вы же защищаете-то не истину, а сами себя. Сейчас только мне один скинул. Говорит, а что вы за мощи-то держитесь? Бизнес на мертвецах сделали. Я уж ничего не говорю. Новый человек. Первый раз я вижу. И он мне это пишет. Люди-то видят маленько, что делается. Доказывает Павел, что он не заботится об угождении людям. Да зачем бы он стал или льстить им, или проповедовать одним одно, а другим другое? Ведь если бы он об этом заботился, то не отступил бы от его действия и не обратился бы ко Христу. Не пренебрег бы родственниками, друзьями, такой славой и не избрал бы преследования, опасности и бесчестия. Я вот это избрал. А вы хотите выглядеть хорошо, удержаться на своем месте. Нехорошо это, братья. Вы православные. Где вы видели в интернете, чтобы мусульмане воевали так? Друг против друга. А ничего они знают. Но каждый ходит с ножом, с кинжалом. Одного тролль получишь. А здесь сами себя гновят и давят. И дальше. Галатам 2 глава, 11 стих. Вот это главное. Когда же Петр пришел в Антиохию, Петр, то я, Павел, лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию. Вот дальше Блаженный Афиофилак, смотри, толкует. Спрашивается, что братья сделали? Я подвергался нареканию, может быть. Да разве на всех угодишь? И братья сказали, так как они это понимают, а может быть, чтобы расшевелить. Многие думают, что здесь Павел обвиняет Петра в лицемерии. Но это несправедливо. Ибо что, казалось бы, говорит против Петра, сделано и высказано с особой целью. Ибо Петр, находясь в Иерусалиме, допускал обрезание. Да и невозможно было вдруг отвлечь их от закона. А пришедший в Антиохию он ел вместе с язычниками. Когда же некоторые из Иерусалимлян пришли в Антиохию, он стал избегать язычников, чтобы не соблазнить Иерусалимлян. И вместе дать Павлу благовидный случай к обличению. Он дал случай к обличению. Я, братья, дал случай к обличению. А как это? А вот так. Почитайте, возьмите Иоанна Златоуста. Полное толкование. Он говорит, вот пашет на поле упряжка два вола. Одного звать, ну, вола-то, бык. Два вола. Петр, а другого Павел. Что нам пользует, если мы оправдаем Павла, говорит, а Петра завалим? Или скажем, Петр прав, Павел дерзкий такой напал, Павла завалим. Будут ли они пахать? Не будут. Наша задача, а Златоуз был адвокат, именно вот это сделать. Они как бы договорились. Может быть и договорились. Я-то ведь из-за чего стал удаляться-то? Чтобы не соблазнить кого-то. Знаешь, Павел, ты при всех обличи меня, что я несправедливый. Я промолчу, а тогда другие скажут, ну, если уж Петр промолчал, то нам ли рот разевать-то? Я промолчал. И поэтому не вам сегодня говорить что-то. Не вам. Я промолчал. Для того, чтобы вы начали трудиться. Мне не поставлена задача, чтобы посещали много. Может, ни одного не будет. Но чтобы свидетельствовать. А уж вот это Бог благословит. И дальше. Посему и Павел обличает, и Петр переносит. Ибо таким образом легче могли переименить свой образ мысли ученики, когда учитель подвергается упрекам и молчит. И мне говорят, а как же так, Сергей, да так он к вам относился. Я Сергею не разу задавал вопрос. Сергей, нас заочно не разлучат? Он говорит, нет, только смерть разлучат. А, Андрусенко, я знаю давно, это самый богатый жертвователь на миссию. Я вижу в проявлении вот этого ролика особую мудрость, как они разговаривали, я воображаю. Давай скажем, выскажем то, что нам люди говорят где-то. Братья Сергий и Александр, я вас поклоном низким благодарю. Любезные мои дорогие, маленько зашевелились. Вы еще что-нибудь подумайте, возьмите какой-то, может, отдельный ролик, на который больше всего нападок там или похвал. Ну и как-то обдумайте. Я же вам не подсказывал, как здесь. Вы вчера это сделали, я утром увидал. Я хожу вечером, Володя, Володя, ну как братья надумались-то, а? Иные думают, ага, они рассорились, наконец-то дождались. Теперь бей, Лапкина, вот как этот в троллейбусе-то, дождались, наконец-то. Ничего вы не дождались. Мы ставим новые ролики, нам снова звонят люди. Но теперь я буду людей отсылать. Я благодарю братьям за указания. Я пересмотрел, прослушал несколько раз. И теперь буду отсылать. Отсылать куда? К этому ролику. Смотрите, я зачем буду дважды пояснять вам. Вы поработайте над сайтом, там я это отвечал. Отвечаю на те вопросы, которые не отвечал. Я уже сегодня начал так работать. Но он задает простые вопросы по старобряществу. Старобрядец зашел. Дальше. Итак, это лично противостал. Вот эти вот слова, которые он говорит, лично противостал. Вот он же не случайно это говорит. Было только видимостью, как этот ролик. Так как если борьба была действительная, они не стали бы при учениках обвинять друг друга, потому что подвергли бы их большому соблазну. Если бы братья хотели действительно сказать то, что говорят, зачем бы они ролики выставляли-то? В первую очередь, они бы мне сказали, Андрусенко ни разу не говорил. Сергей там, он работает. Почему? А показалось так. Да никак без повторов-то и нельзя. Новые люди, те же самые вопросы. Я показал, это везде так. Вот против пьянца профессор Новосибирского университета Владимир Георгиевич Жданов выступает. Я на разные был, слушал. Он тютелька в тютельку говорит одно и то же. А сколько раз? Ну, может быть, 200-300 раз повторил. Новая аудитория? А те самые слова зачем им менять-то? И люди, которые Копылова ездит, поют. Она везде поет одно и то же. Да потому что это новые люди, одно и то же. Ну, ездил Лев, Лещенко. Какие новые появлялись? Они, ну, и старые, это люди, которые знают. И Зыкина пела то же самое, что пела в одном месте и в другом. И Высоцкий одни и те же песни. Но у меня-то не одно и то же. Вы внимательно посмотрите. Каждый раз у меня какая-то новинка. Я вот проработал 40 с лишним лет уже печником. Могу с закрытыми глазами сделать печь. Но ни одной не изобрел. Но в каждой маленечко где-то что-то старался внести. Чтобы она более теплая была. И меньше выстывала, меньше топлива. Ну, по мелкоте своей-то что-то можно придумать-то. Подвергли бы большему соблату. А теперь, видимо, внешнее противоборство, внешнее, служило к исправлению учеников. У тех, которые там где-то нападают. Мои друзья, допустим, близкие. Они как сразу все поднялись. Как же так? Этот Сергей так помогал. Он и помогает. Но те, которые серьезно нападают, ну, пусть они подумают. Значит, до этого Вы изъяснялись в любви ко мне. Оно было неискренно. Как это в один день Вы могли перемениться? Ибо и Петр нисколько не противоречит. И ясно, что он соглашался с этим возражением Павла. И что, братья сказали, я совсем согласился. Меня уговаривать не надо. Мне одного слова сказали, смотрите, на собрании. Я в тот же день зашел в угол, и больше меня ни одного слова не слыхать. Меня не надо уговаривать. У меня дел столько, которым не могу прикоснуться. Вот сейчас выставлять фотографии. Вот сегодня я выставил 600 фотографий на Мейл.ру. Ну, еще сколько? Ну, еще, может быть, тысячи полторы. Все отбираю, которые похожие, выбрасываю. А всего сейчас у меня пять тысяч. Из пяти тысяч тысячу сделаю. Остальные придется отмести. У меня материалу моря, который не выставлен еще. Я еще сто роликов могу создать в течение одного месяца. Это миссионерская поездка, встреча. Ну, везде одинаково. А как по-другому-то? Я пришел, должен назваться. Откуда приехали? Одинаково. Почему не говорят? Почему Давыд одинаково? 13-й, 52-й псалом написал. Одинаково. Совершенно. А служба круглый год идет, и на следующий год одно и то же. И дома в утренние вечерние молитвы одно и то же. Везде одно и то же. И ангелы на небе свят, свят, свят. Господь Савову. Вся земля полна славы. Его все. И день, и ночь, миллионы лет, и одно и то же. Не надоедает. А что так забеспокоились-то? Ты то, что услышал много раз, за это отвечать будешь. Я говорю не к Сергею, не к Александру. Потому что выполнили ли ты что? И при том, скажи, ты вчера говорил так, а сегодня так. А вот этого-то сказать никто не сможет. Почему? А потому что я этим живу, про что говорю. Я говорю не книжными словами. Повторяю, ибо Петр нисколько не противоречит. То есть молчит. Отстоял свободу нам Павел. Ясно, что он соглашался с этим возражением Павла. Дальше. Потому что он подвергался нареканию. Не сказал от меня, а просто от других. Которые не знали, что делалось с добрым намерением. Вот как наши братья ролик поставили. Критику. А этот ролик я назову благословение Господне на критику. И считали лицемерием то, что в отсутствие иерусалимлян он ел вместе с язычниками. А когда они пришли, уклонился. А некоторые так понимали. Петр еще прежде подвергался нареканию, говорит Павел. Потому что ел вместе с Корнилием. Поэтому и теперь уклонился. Боясь подвергнуться новым нареканиям. И когда он уклонился, я противостал ему. Вы говорите мягко, хорошо, с сектантами, с баптистами. Тех, которые говорят. Ну и покажите результат ваших трудов. И скажите, что я сказал не так, с кем я разговариваю. У меня прекрасные отношения со всеми. Я не могу даже показать. Ну были такие сектанты, которые там хулов говорили на церковь и прочее. Ну я их просто закрыл и все. Дальше. Галатам 2.12. Ибо до прибытия некоторых от Якова ел вместе с язычниками. А когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Блаженность Фефилакт толкует. Указывает и причину этого обличения. Яков же был брат Господень. Это не апостол из 12. Учивший в Иерусалиме, как епископ их. Вот он-то и послал некоторых из иудеев, уже уверовавших. Но еще придерживавшись закона, они отправились в Антиохию. Увидев их и боясь не за свою безопасность, а за то, чтобы они, соблазнившись, не отпали от веры, Петр стал уклонять соотношения с язычниками. А я и тогда не уклоняюсь от сношений с сектантами. А меня за это уж как только не колотили, как не били. А теперь они к вам относятся лучше, ну, прекрасно. А в чем я хуже отношусь к ним? Некоторые же, не зная этой причины, стали осуждать его. И сейчас братьев начинают, то меня, то братьев, никого не надо осуждать. Братья Сергей и Александр поступили правильно. Да спасет Господь их. И положит еще что-нибудь подобное придумать. Галатам 2.13. Вместе с ним, с Петром, лицемерили и прочие иудеи. Так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Блажен Афефилакт называет это дело лицемерием. Потому что не желает открыть намерения Петра, а также и ради сильно приверженных к закону, чтобы с корнем вырвать их пристрастие к закону. А прочими иудеями он называет уверовавших из иудеев в Антиохии, которые сами сторонились необрезанных. То есть я могу привести несколько мест священного писания. Господь говорит, вы славу друг от друга принимаете, от единого Бога не ищете. Если бы я говорил ласковые слова, как тут есть такие, которые для всех стараются сделать совсем, я не могу этого делать. Я везде засвидетельствую. Я проповедовал в центральных столичных городах Советского Союза у баптистов с кафедры. Я могу показать. Я везде показывал, что я христианин православный. И меня так и представляли. Вот у нас православный брат, он знает Писание, он скажет. То есть там, где меня знали, где принимали. Ну а потом уже стали запрещать. Когда увидели, как написано в интернете, говорит, начался отток от баптистов православия. И тогда разослали энциклику баптисту, чтобы мне нигде не давали говорить. Ну вот и все. Вот когда на вас издадут энциклику, которая нападает-то, но на вас не издадут баптисты, потому что вы еще не надоели им. А вы стараетесь привлечь их. Повторяю, люди очень хорошие, трезвые, живут чисто, соблюдают брачные свои узы достойно, работники хорошие, но не в сверке у них, нет епископата. И при том, православным мне никогда не угодить, потому что я говорю, вам не нравится православное, упросите католиков, чтобы рукоположили. Нет, григорианам, армянам, коптам, сирийцам. Да вы к еретикам, что вы судите-то к еретикам? Да ересей, чем в православии, нигде столько нету, столько ересей-то. На каждом шагу, куда ни ткни. Все не так, и тут не так, и там не так. И при том, ниоткуда спрашивают, откуда вы это взяли, понятия не имеют. Да, даже простое дело. Я разговариваю со священником, очень уважаемым мной, я говорю, скажите, вы когда стоите в алтаре, вот у нас епископ приезжал, он вот так руки держит, когда поднимает руки, другое вот так, другое вот так вот, иной поднимает вот так. Я считаю, что подняли, значит, слово подняли неограничено, подняли кверху, вот подняли, вот. И как нужно держать? Ну так, как я стою, как она, рука так и есть, не надо не выворачивать ничего. А если так? Ну он так научен, потому что ни в одной книге это не написано, нигде, ни в предании, ни Симеона Солунского, ни у кого нету. Значит, где свобода? Как он понимает? Написано, возвысите голос, возвысите руки, ну, это если слова, так чему? Воздымайте руки, воздымайте, это не просто ниже головы. Я так понимаю, ограничений никаких нет, ограничений нет, я стараюсь, говоришь, да Бога достичь, чтобы Бог услышал-то. Взывайте громко, а как громко, сколько голосу есть? И вот что я хотел сказать по этому видеоролику, вот он, 338 просмотров, ну, вчера они установили, еще полтора дня, за полтора дня для нас, конечно, ну, маленькое, но все-таки больше, чем на другие каналы. Есть те, которые, казалось бы, я вот, там, что, жития святых во сети Библии, ну, там ничего не скажешь, или начитанное Евангелие, толкование Фефелакта, там прям единицы всего, ну, 20, 30, 50 там человек. Как так? Начитано голосом, с пояснениями, и людям это не надо, людям нужна жареная тема. Вы посмотрите, какая-то бывает маленькая зацепочка и показывает, влюбился, споткнулся, да и утонул, а там ничего и нету, полтора миллиона, миллиона? Есть такие, которые 2 миллиарда посещаемость, это рекорд. Я говорю, а что там, корейская песенка какая-то там, ну, как они выламываются, там стоят они перед ней, хватает, дергают, я посмотрел, ужасно, ничего там нету совершенно, ничего, 2 миллиарда, это понимаете, что такое? Это же, ну, четверть населения, жителей земли, да приходят-то незачем. у нас стоят они приходят, вот у меня на форум, форум необычный, я просил, Господи, дай мне, чтобы такой был форум, чтобы не было там споров, и вот уже сколько я здесь, октябрь, ноябрь, декабрь, ну, четвертый месяц, и ни одного, ни одного человека, нет спор, 200 человек каждый день, ну, 200-то человек, это не 2 человека, а почему они находят для себя пищу, и они здесь бывают, зачем они приходили-то? Ну, мало-мало, нас и знают мало, я один день был так, когда на Андрея Кураева напали, а я немного там сказал, ну, и там ссылка же на Андрея, так как пошли, я гляжу, 500, 600, 700 в один день, я говорю, это не наши клиенты, и правда, через день опять на 200 вернулось, и опять тишина, ну, много, много, а никому они не нужны, они сами себе не нужны, вот эти люди, которые пришли, а они, видите, сильно руганий-то никакой нет, у меня этим не прошибешь, почему, я это принимаю, как от Господа, вот этот ролик, как подарок от дорогих моих братьев, я вижу, может, даже они смущались, что я не пойму, я говорю, не договаривались, не договаривались, я просил у Бога, чтобы он защитил, и Господь показывает защиту их, а обо мне-то тут и речи никакой нету, вот, дальше дальнейшее покажет, будет ли посещаемость на ролике России, я считаю, сильно-то не верю, но главное разделение уже пошло, как у апостола Павла, когда он облечил Петра, Богу нашему слава, вовеки, аминь, отошел, слава Христу,